Аноним, ассаламу алейкум, броа, прокомментирую слова Невзорова про чечению, которая, по мнению Невзорова, легко отказалась от свободы и охотно пошла служить России. В том что ты говоришь, что коллективная ответственность недопустима, то говоришь, ну логично, что на всех русских ненавидят и всех винят. Что ты тогда жалуешься на Кадырова, который трясует родственников? Имеют ли моральное право украинцы, у которых убили или запытали российские войска ненавидеть абсолютно всех русских и даже чтобы им было противно слышать русскую речь, как было с немецкой? Это такое временное явление, когда идет война, это накал вражды. И поэтому сегодня ожидать, что украинцы будут как-то иначе смотреть на русских не стоит. Но когда уже проходит вот этот вот, допустим, война закончится, пройдет какое-то время, потом уже начинается, люди как-то остывают, и они уже понимают, что есть преступники, есть те, кто не причастны. А во время войны даже говорить об этом неэтично. Сегодня спорить с украинцами, пытаться им там что-то объяснять не стоит. Я думаю, те русские люди, которые не причастны к этим преступлениям, которые против всего этого уехали, им сейчас лучше просто проявлять какую-то сдержанность, терпение и не спорить. Относиться к этому с пониманием. Так, что-то я не понял. То ты говоришь, что коллективная ответственность недопустима, то говоришь, ну логично, что на всех русских, что нас всех русских ненавидят и всех винят. Что ты тогда жалуешься на Кадырова, который прессует родственников? Ну ты же разные вещи сейчас сравниваешь. Ты сравниваешь украинца, который просто не хочет слышать русскую речь, допустим, и ненавидеть там всех русских, к примеру. И сравниваешь конкретные преступные действия в отношении родственников. Ты понимаешь, что я, например, если бы ты спросил вот так, может ли украинец сегодня просто выйти с мачетто и всех русских рубить? Я бы тебе так не ответил на этот вопрос. Понимаешь разницу? Кадыров, он может просто ненавидеть меня и всех моих родственников у себя там в душе. И ненавидеть там диалект, допустим, моего чеченского. Это его как бы личные проблемы. Но когда он начинает именно мачетто махать, а в примере с Кадыровым это похищение, допустим, родственников из-за того, что я там что-то делаю, избиение там и так далее. Вот эти вот вещи, это уже непосредственные преступления. И это не может делать ни украинец, ни никто бы то ни был другой. Просто так никакой украинец, ни из-за какой ненависти не может сегодня выйти, допустим, в европейской стране и начать здесь убивать русских людей. Он не может. За это он будет, конечно же, наказан. Но у себя там в сердце ненавидеть русскую речь и всех русских, пока это не наносит очевидного вреда, пока это не становится преступлением, мы с пониманием к этому отнесемся, учитывая, что сегодня его родственников убивают, на его родине идет война, поэтому мы сегодня просто отнесемся к этому с пониманием. Но не значит, что мы это как бы одабриваем или поддерживаем. Как ты считаешь, имеет ли право Абхазия быть независимой или она в обязательном порядке должна быть в составе Грузии? Я считаю, что любой народ имеет право на самоопределение, но вопрос встает сразу же о границах. То есть в каких границах этот народ имеет право на самоопределение? Понимаете? Допустим, вот смотрите, пример с Арменией, например. Армения, она, армяне, как нация, как народ, они свое право на самоопределение реализовали. У них есть свое государство, есть Армения. Но когда они хотят еще и Карабах, допустим, чтобы это тоже была Армения, они считают, что это армянская земля, вот тут уже возникает территориальный конфликт. Это не вопрос самоопределения, это вопрос уже территориальный. То же самое касается и Абхазии, и любых других регионов, народов и так далее. Поэтому считаю ли я, что абхазцы в своей основе не имеют право вообще на свое собственное независимое государство? Нет, не считаю. Имеют право. Но вопрос встает, опять-таки, в каких границах, какой земли они имеют это право? И вот здесь уже нужно договариваться с грузинами. Это вопрос, который должен быть решен между абхазцами и грузинами. Сейчас, пока в Абхазии находятся российские войска, и это де-факто является такой предаток российской империи, конечно, мы на стороне грузин в этом вопросе. Ну, я не буду за всех говорить. Я в этом вопросе и на стороне грузины считаю, что российские войска должны оттуда уйти, а грузины с абхазами затем должны этот вопрос между собой решить. В том, что возможно ли нахождение баз НАТО в Ичкерии при ее независимости? Это же вопрос правительства, если почитают нужным, почему бы и нет? Аслан Масхадов, допомнил его Всевышний Аллах, уже во время войны, в одном из своих обращений он говорит о... предлагает России, он говорит даже совместное, то есть внешние границы, о которых так переживает Россия, что якобы если Чечне дать свободу, то туда придут НАТО и так далее, он им как бы гарантию дает, он говорит, что нет. И даже готов на то, чтобы границы, допустим, Чечень из Грузии, чтобы там были совместные пограничные пункты, то есть он даже такое предложение делает, российские базы готовы военные разместить. То есть вопрос нахождения иностранных каких-то военных на территории суверенного государства, это вопрос правительства этого государства. Если оно считает нужным, например, для безопасности, чтобы эти войска были, если, например, сама страна не в состоянии обеспечить свою безопасность, то они размещают. Или, например, если для достижения мира с Россией, если бы, допустим, почему Масхадов это предложение делал, чтобы достичь мира, мы абсолютно не хотим, чтобы на нашей территории были российские войска. Но ради того, чтобы достичь мира и при этом сохранить суверенитет, Масхадов делал такие предложения. В любом случае, все эти вопросы можно рассматривать. Я сейчас не говорю, что это предложение, с которым потом все были, например, согласны. Конечно, не были. Но это вопрос дискуссии внутри государства. Это, конечно, должно все проходить через какие-то законные процедуры, через парламент, утверждения президентом и так далее. Ну и, конечно, очень важно, чтобы в мусульманском государстве никакие решения не могут противоречить религии и ислам. То есть это главный цензор. Если какое-либо решение, законодательный акт, чтобы это не было, оно противоречит религии, то оно, конечно, не может быть принято. Аноним. Асаламу алейкум, броа. Прокомментирую слова Невзорова про чечению, которая, по мнению Невзорова, легко отказалась от свободы и охотно пошла служить в России. Алейкум асаляму алейкум. Я слышал эти слова Невзорова. И, честно говоря, мне даже как-то это комментировать не очень интересно. Невзорова – это человек, который снял фильм «Чистилище». Во время Российско-Чеченской войны первой этот человек газовал за войну, снимал эти, ну, я даже не знаю, можно это назвать фейковым фильмом. А это лживый просто был фильм, направленный на разжигание ненависти к чеченцам. И поэтому, что бы он сейчас ни говорил, мне как-то неинтересно даже слушать его мнение и как-то его комментировать. Джамбетова главный ревизор говорит. Кстати, Джамбетов, что-то ты у меня пропал из чата. Если вы не в курсе, у нас с Джамбетовым в комментариях под публикациями у меня в Телеграме происходят такие голосовые баталии, мы с ним дискутируем. Это бывает очень интересно, местами очень даже смешно. И уже второй день что-то он пропал, на связи не выходит. Джамбетов, вернись, пожалуйста, к нам в чат. Давай с тобой продолжим, пообщаемся немного. Есть еще много интересных разных тем, которые с тобой можно обсудить. Будет перевод на русский ваш разговор с Джамбетовым? Нет, не будет. Я русский и не понимаю чеченский. Я очень хотелось бы... Нет, извиняюсь, конечно, Собирнов. Я понимаю, что вам очень хотелось бы, но я не готов сидеть и переводить с русского на чеченский. Там несколько часов разговора. Пожалей, пожалуйста, меня. Мне реально полно дел, чем заняться, чтобы не сидеть, не переводить. Тем более перевод это вообще не мое. Это очень муторное занятие. Я не люблю. Будет ли чеченский язык как-то продвигать дальше в массы учебников? Очень много арабов, которым интересен был бы язык. Спасибо, что отвечаешь. Ну, мы всячески в нашей партийной работе пытаемся это делать. Но возможностей, откровенно говоря, очень мало. Когда для того, чтобы язык не умирал, для того, чтобы он развивался, для этого нужно государство. К сожалению, нас лишили этого государства. И мы какими-то своими возможностями пытаемся, конечно, это делать. Но это очень слабо в масштабах всего народа. Так, ладно, друзья, на этом давайте тогда завершаем. И, иншаллах, увидимся с вами в следующее воскресенье. В это же время берегите себя и своих близких. Вся была принадлежит Аллаху, Господу мирову. Вассаляму алейкум, барахмату Аллаху, барахмату Аллаху, барахмату. Субтитры создавал DimaTorzok